Нью-Эйдж 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 Как христианство сильно отличается на православие, там, не знаю, лютеранство. И там, и там христианство, но вы понимаете, это далеко не тождественное понятие. Так и здесь. В рамках Нью-Эйджа могут существовать Кастанеда, Кришнаиты, какие-то тантристы. Да, Кришнамуртия, это последователи, скажем так, развития уже Теософского направления. Но это все даже идеологически и структурно, и организационно совершенно разные вещи. Объединяет их некая общая идеология. Поэтому Нью-Эйдж это общая идеология. Как я уже сказал, подсчитать количество людей невозможно. Но в Америке подсчитывали, просто именно ориентируясь на американскую ситуацию, и там пришли к выводам, что большинство идеология разделяет до половины населения Соединенных Штатов Америки. Ну, например, веру в реинкарнации по одному из подсчетов 60%. В веру в астрологию тоже огромное количество. То есть фактически Нью-Эйдж сейчас на Западе является чуть ли не доминирующей идеологией. То есть христианство во всех формах активно против этого борется. Есть специальные тексты, написанные католиками, есть разными... Ну, там я видел тексты адвентистов, баптистов, которые против Нью-Эйджа активно выступают. Потому что Нью-Эйдж сейчас поглощает все, что может. Теперь в нескольких словах, собственно говоря, почему это называется новой эрой, сам термин. Все дело в том, что одним из обязательных идеологий Нью-Эйджа является астрология. А астрология делит периоды развития человечества на эры. И вот они учат так, что во времена Иисуса Христа началась эра рыб. И поэтому под знаком рыб, под знаком Христа длилось 2000 лет. Но эпоха Христа завершена, наступает новая эпоха, эпоха Водолея. Наступает новая эра. И они говорят, что христианство устарело. И пришло новое учение, которое пришло заменить христианство, начать новую эру. Сроки, когда эта новая эра должна начаться, разные деятели Нью-Эйджа по-разному определяют. Кто-то говорил, что еще до конца XX века, кто-то переносит на середину XXI века. Но опять же, до конца XX века точно не наступила эта эра. Но с Божьей помощью, надеюсь, не наступит никогда. Хотя нет, наступит момент, когда все-таки это начнется. Как вы знаете из Откровения Анны Богослова, сроки пересказать никто не может. Я думаю, и Нью-Эйджерам это не по силам. А то, что такая эпоха наступит, мы с вами все догадываемся. Как я уже сказал, Нью-Эйдж это шведский стол. Шведский стол учений, духовных практик, различных сект, которые объединяются некоторыми общими идеологиями, но еще раз говорю, совершенно разные. Какие учения наиболее доминирующие в рамках Нью-Эйджа? Прежде всего, спиритизм. Наверное, спиритизм явился основной идеологической и духовной основой для современного Нью-Эйджа. Хотя и терминология спиритизма как такового была отвергнута. Но главная практика спиритизма, ченнелинг, контактерство, оно стало доминирующим. И здесь я должен пояснить с точки зрения христианства. Смотрите, когда мы с вами берем тексты священного писания, например, Новый Завет, мы там видим два типа общения с потусторонним миром, скажем так. Пророки и прорицатели. Чем отличаются пророки от прорицателей? Кто скажет? Кто такие пророки? А христиане помазанники Божьи? Мы пророки? Ну, Христос имел и пророческое служение тоже, это и Новый Завет. Пророки это те, которые имели откровение. Пророки это те, которые правильно учат о Боге. То есть, чем пророки не занимаются. Пророки не гадают. У пророков нет специальной задачи предсказывать будущее. Кто такие прорицатели с позиции православия? Это люди, которые контактируют с бесами, с определенными духовными сущностями. А пророки это люди, которые свою волю, синхронизируясь с волей Бога, предаются и служат Богу. И Бог через пророков являет нам свою волю. Как вероучительную, так и конкретно, когда обращаются, например, к каким-то историческим библейским персонажам, с пророческими какими-то вещами и прочее. Вы, наверное, изучали Ветхий Завет, знаете, что такие примеры там мы с вами можем увидеть. Так вот, ченнелинг, как это сейчас называют, или контактерство, оно же, в принципе, можно назвать эспиритизмом. Это вот духовная основа New Age. Если мы с вами берем такие уже сложившиеся системы, которые послужили базисом для New Age, то мы можем назвать такие учения, как Теософия. Это один из базисных учений Теософия. Елена Блаватская. Следующее учение живой этики Агни-йоги. При этом, если в России на первом месте, пожалуй, выступает Агни-йога, то на Западе наиболее известна Теософия, а Агни-йога, известно, очень мало, чисто так вот сложилось. Далее, такой деятель, как Гуржиев. Далее, это астрология входит в это. Такой ныне уже покойный деятель, как, кстати, Сай-баба, который объявил, что он выше Христа, Богом Отцом себя объявил. Ныне скончался. Далее, бахаизм. Это, скорее, что-то типа Теософии для мусульман. Дальше, кришнаизм. Кришнаизм. Это вот эти, Харе Кришна, которые поют. Раджиниш. Его же называют еще Оша. Рамакришна. Кастанеда. Это тот, который рекомендовал грибочки употреблять. Уфология. Или НЛО. Уфология. Ну, вера в инопланетян. Фэн-шуй. Дальше, кабала. Следующая, трансперсональная психология. Я по некоторым из них сейчас по-быстрому попытаюсь рассказать. Сейчас просто запишите. Кабала. Трансперсональная психология. Или холотропное дыхание. Лайф. Спринг. Или сейчас это известно как тренинги личностного роста. Неоязычество. Итак, я в двух словах по основным пройдусь. Итак. Спиритизм или ченнелинг. Это духовная основа. Это контакт с потусторонним миром. Он может быть в разной форме. В форме медиума. Когда человек сидит, там, например, им голос слышится. Когда ему видение приходит. Когда он методом автоматического письма. Когда вот рука сама собой начинает тексты некоторые писать. То есть, это контакт с духами. Духообщение. И духи через человека начинают уже перевдавать какую-то идеологию. И так далее. НЛО по природе. И, кстати, и по идеологической наполненности. Ведь они постоянно определенные учения проводят. Фактически тождественно ченнелингу. То есть, вот эти, так называемые, инопланетяне по своей природе тождественны вот этим общению с духами. Там такая же природа идет. Поэтому это, в принципе, одно и то же. Просто в разных упаковках, которые нам предлагает определенная сила. Потому что, как бы, мы уже многие в ангелов не особо верят. А вот в инопланетян верят очень многие. Хотя, еще раз говорю, никем это еще не доказано, что они есть. Я даже в свое время специальный вопрос изучал. У меня есть статья на эту тему. Все признаки, которые при изучении являются, ну, например, если инопланетяне начинают скептоконтактировать, портится здоровье физическое. Люди становятся очень нервозными. Очень часто эти люди кончают жизнь самоубийством. И они начинают диктовать учения, в принципе, вот то же самое, что в оккультной литературе. Так, значит, спиритизм, теософия, это как идеология выступает. У Алькота, например, ближайшего сотрудника, он рассказывал, как Блавацка получала тексты. Он говорит, что менялась даже почерк. И он говорил, что когда он сидел напротив Блавацки, в момент, когда происходил контакт с этими силами, говорит, глаза менялись. То есть это были глаза совершенно других людей. Цвет или вообще? Вы посмотрите в глаза, увидите человека. А вот представьте, что глаз изменился. Он стал совершенно другим. Он там не описывал, менялся ли цвет и прочее, но то, что он явно видел, что это другая сущность смотрит на него, а не Блавацка, которую он знал, там это написано. Мало кто, кстати, знает, что Блавацкая поначалу, это как раз была эпоха популярности спиритизма, зарабатывала себе деньги спиритизмом. То есть она вызывала духов и выступала в роли контактера, вот этого медиума, через которого духи вещают. По Агни-йоге я целую книгу написал, называется «Суд совести Агни-йога против христианства». Там очень много информации собрано, вот если интересно, опять же, можете почитать, я там подробно разбираю. В отличие от книги Кураева, она намного тоньше, всего 100 страниц. «Суд совести Агни-йога против христианства». Агни-йога давалась примерно таким же методом. Существует воспоминание, как это происходило. В моменты контактерства, опять же, было автоматическое письмо. Елена Рерих, например, практиковала автоматическое письмо, когда вот рука сама по себе пишет. Знаете такое слово? Полтергейст. Так вот, в момент, когда она этим занималась, был очень часто наблюдался полтергейст. Видения различные, которые были. И еще, кстати, очень отличительная черта всех вот этих течений. У них у всех начинается мания величия. Например, Елена Рерих говорила о том, что все члены семьи Рерихов являются Агни-йогами. А в одной из книг серии Агни-йоги перечисляется Иисус Христос Агни-йог. То есть, Елена Рерих, вся семья Рерихов в одном ряду с Буддой, с Христом и так далее. Одного уровня, скажем так, с их точки зрения. То есть, какое бы вот из этих учений вы ни взяли, помните, на чем ловят беса? На гордыне. Мания величия везде. Вот в любом этом. Сать Исаия Баба объявил себя Богом Отцом. Рерих все объявили наряду с Иисусом Христом. И кого вы не возьмете, все великие и посвященные, все они лезут спасать. Единственные спасители человечества, как они себя считают. Ну, астрология, понятно, объяснять не надо. Кстати, Сать Исаия Баба тоже достаточно занятный деятель. Он проповедовал в основном философию Адвайта Веданте. Это философия пантеистического манизма. В чем она заключается? Пантеус – все есть мир. То есть, мир – это есть тело Бога. И мы по природе тождественны этому миру. То есть, мы по природе Бог. То есть, если христианство говорит, что мы будем богами по нетварным энергиям, которые идут от Бога, но мы не можем быть природно Богом. Мы ни одной природы. Монотеизм. Бог за пределами тварного мира. Он не есть это тело. Не есть этот мир. Пантеизм говорит, Бог есть этот мир. А монизм – это учение о том, что существует только единое бытие. Вот в Адвайта Веданте, там такая логика. Вот представьте, солнце – единственный существующий источник света. Из него выходит множество лучей. Каждый лучик света мнит себя индивидуальным. Это иллюзия. Вот тот же Рамакришна приводил такой пример, что Бог тождественен на океану. По океану плавает лед. Каждая льдина может считать, что она индивидуальная. Пригреет солнышко, лед растает и сливается с океаном. Отсутствие личного Бога, весь мир, брахман, надо слиться с брахманом. Отсюда логически происходит проблема человека. Мы есть Бог, но мы об этом забыли. Возрождается старый гностицизм. То есть фактически вот эти учения – это возрождение древнего гностицизма. Вы есть Боги, но вы об этом забыли. А мы вам поможем вспомнить. Кришнаизм. Кришнаиты спекулируют на экзотики, на ведах. Опять же, к ведам отношения не имеют. Но у меня нет возможности сейчас вот в это уходить. Рамакришна. Он как бы на запад никогда не приезжал. Приезжал его ученик, с вами Викананда. Он активно проповедовал эту идею философии Адвайта Веданте. А Рамакришна известен тем, что якобы он доказал на своем личном опыте, что все религии ведут к одному Богу. Якобы он был индуистом, и ему явилась богиня Кали. Потом якобы он был мусульманином и познал, что есть Аллах. Дальше он стал христианином, и к нему явился Иисус Христос. Я специально изучал, как же он такой опыт получил интересный. Оказалось, что с точки зрения православия, ну у нас есть очень хороший термин, который очень хорошо передает то, что с ним происходило. Мы это называем прелестью. То есть представьте, человек, во-первых, непонятно, что это было для христианин. Во-вторых, он стал христианином, не крестившись вообще никуда, ни во что. Не то, что православную церковь, он даже какую-то секту христианскую не крестился. Он просто однажды был в гостях у своего друга, который дал ему Евангелие. Он почувствовал, что Евангелие очень близко ему. Недалеко висела икона, он увидел, как икона ожила, и оттуда выплыл Иисус Христос. Он стал христианином. Замечательно, правда? То есть никакого учения, никакого отречения от язычества. Он как был язычником, потом остался. То есть эта богиня Кали, ему и как Аллах явилась, и как Христос явилась, мы знаем, что эта богиня может являться в любой форме. Священное Писание об этом вообще прямо прямым текстом пишет. Йога, тоже очень популярная идеология, через нее в это дело очень сильно влекает. У нас сейчас активно пытаются говорить, что йога, ну это просто гимнастика, это не страшно. На самом деле йога это религиозное учение. Йога это, как религар, связь, соединение с определенным потусторонним миром. Когда вы начинаете изучать всю идеологию йоги, видите, что она религиозная. Ну, например, тонкие каналы на Аде. Никто их не видел, никакая наука их не зафиксировала. Чакры, так называемые, энергетические центры в человеке. Никто их никогда, ни одна наука не определяла. Откуда появилась йога? Йога появилась у мудрецов, которые медитировали, им это было открыто, явлено. То есть явно не естественным экспериментальным методом это было явлено. Более того, существует очень много направлений йоги. И в принципе, какое бы направление йоги мы ни взяли классическое, они всегда носят чисто религиозный характер. Они никогда не ставят своей целью получение здоровья. У них такой цели нет. Даже так называемая хатха йога, вот эти упражнения, которые они делают, это в принципе вызывание к определенным потусторонним силам. То есть эти позы, они имеют мистическое содержание. А уже дыхание, там вообще говорится прямо, что дыхание это работа с праной. Тонкая мистическая энергия разлит в пространстве. Благодаря пранаями получаются так называемые сверхъестественные способности. Причем тут гимнастика? Это мистика. Кастанеда, уфология, фэн-шуй, я думаю, вам не надо. Трансперсональная психология. Все дело в том, что сейчас начинается окучивать очень серьезную психологию. И как бы есть школы действительно научные, а есть школы, которые по своей сути фактически религиозные. К религиозным школам можно отнести откровенно фрейдизм. Потому что то, что он предлагал к науке, имеет очень далекое отношение. Мало кто знает, что сам Фрейд воспитывался в семье каббалистов. Он с детства изучал каббалистику. Сам, конечно, он себя называл атеистом, но вы понимаете, то, что ему заложили в детстве, оно никуда не делось. Юнг. Это был просто откровенным культистом, даже не скрывал, был контактером. Трансперсональная психология. Это тоже, это Станислав Гроф. Сейчас очень популярно, в том числе в нашей стране. Это практика глубокого дыхания, так, чтобы выветривалось легкие. Человек впадает в трансовое состояние, и начинается у него видение. И якобы, если под надзором профессионального психолога такого наблюдаться, то можно свою прошлую жизнь увидеть, можно в детство вернуться. Воспоминания, например, как у вас было, когда вам было, например, 6 месяцев от роду. Как вы знаете, психология, мы этот возраст физически не помним. А вот они помнят не только, что было в 6 месяцев, даже то, что было, пока мы еще не родились. Они это помнят. Трансперсональная психология. То есть опять чисто религиозная система. А лайк, спримы, то есть сейчас у нас очень популярно это дело, расширение сознания, разные вот эти тренинги. Но опять же, есть тренинги нормальные, у них есть свои признаки, там профессиональная подготовка, методика проведения. Ну, например, они не длятся долго, они всегда локальны, четко обозначается цель. А если цель, например, абстракт, например, расширение сознания, это что? Вот я прочитал книгу и расширил сознание. Я посмотрел хорошую передачу, расширил сознание. То есть, в принципе, это понятие очень такое широкое. Когда вы приходите на профессиональный тренинг, он всегда конкретен. Ну, например, у проблемы у человека в общении. Вот эту проблему и ставят. А когда вы приходите на настоящий тренинг, все, вам всегда объясняют, на какую психологическую школу опирается. Какой статус тренера, чем он отвечает за все, что он творит. Когда вы приходите к этим ребятам, с чем будете заниматься, нельзя говорить. Более того, вы могут взять подписку, а не разглашение. Разные практики могут быть самые странные, мягко выражаясь. От подбрасывания людей до заставляя, например, мужчин заставляют одеваться транссексуалами и гулять по Невскому проспекту. Мужчина в женской одежде, это, конечно, может забавно, но это немножко психику сдвигает. Некоторые женщины заставляли изображать себя проституток. Например, говорили, вот ты должна расширить сознание, у тебя сегодня вечером должен быть контакт не меньше 10 мужчин. Вот такие практики тоже существуют. Я вам привожу, конечно, крайности, это не в каждом тренинге, но это все оттуда. Поэтому, как только начинают скрывать, общие обещания скрывают, на какую школу опираются, какие конкретно практики будут, не говорят. А если еще берут подписку, что нельзя разглашать, ну это уже все, это уже признак, что это секта. Это не тренинг реальный, научный. Но, к сожалению, наш народ религиозно не особо образован, психологически образован не намного лучше. Поэтому вот эти ребята процветают. Итак, какова основная проблема человечества с точки зрения Ньюэджеров? Основная проблема в том, что мы забыли свою подлинную природу. Наша задача истинную природу вернуть. Почему христианство плохо? Все дело в том, что с их точки зрения христианство несет зло самой идеей утверждения уникальности личности человека. Вы знаете, что у нас есть такое понятие, как личность. Понятие жестко неопределимо. Если вы изучали догматическое богословие, вы это должны знать. Вы знаете, что в принципе мы очень мало что можем сказать о том, что есть личность. Мы знаем, что личность это способность самоосознавать, что личность не сводится к природе. Но в принципе дать жесткого определения мы не можем. Но мы утверждаем, что каждый человек уникален. Что нету второго подобного ему и никогда не было. Уникальность. Анюэч говорит, люди тождественны. Уникальность это ложь. Уникальность разобщает. Нам надо отказаться от духовной уникальности, утверждать духовное единство и тогда все вот эти разрушения, которые, как они утверждают, происходят в мире, пройдут. Они обвиняют христиан в том, что якобы мы способствовали научному развитию. Научное развитие привело к тому, что малая группа людей получила возможность, колоссальную власть, начала разрушать природу, начала разрушать окружающий мир. И это будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет новая религия, которую христианство уничтожит. И опять мы все будем бегать среди березок, близки с природой, жить своим трудом лет до 30 или до 25. Но зато все будут счастливы. И естественно это все будет. Вы знаете, у нас сейчас все любят. Естественно. Естественно лечиться, естественно ткани одеваться и много-много чего естественного. Вот эко-поселение и рептилоиды это из этой же области? Рептилоиды это из области психиатрии. Понятно. А эко-поселение? А эко-поселение это отсюда. Отсюда, да? Эти люди утверждают, что ни в одной западной религии, ну под западной религией они подразумевают разные формы христианства. Потому что на западе есть, как вы понимаете, разные протестантские направления, католицизм присутствует. Православие они не знают. С православием они борются в пределах Греции, вот у нас, там где православие доминирующие. А на западе, в той же США, там в Европе, они имеют смутное представление. Нет, там есть православные. Для них нет. Но они не очень его представляют. Они считают, что это примерно то же самое, что католицизм. Они не видят разницы, по большому счету. То есть они считают, что христианство лишило человека ощущения святости. Святости мира. И пока вот это ощущение святости мира не вернется, а вернуться оно может только через восточные психотехники. То есть вот йога, буддистские разные практики, вот это только то, что может вернуть. И то не в чистом виде, а уже в переработанном. Некоторые специалисты по этим сектам даже называют эти учения дхармакола. Потому что, например, классический индуизм или классический буддизм, это очень жесткие системы на самом деле. А вот это все, это по принципу, я занимаюсь тем, чем мне нравится. Гедонизм. Я удовлетворяю свои духовные потребности. Нету насилия над волей. Насилия нету настолько, что вот если мне это приятно, я этим занимаюсь. А если мне это неприятно, я этим не занимаюсь. Хотя тоже тут существуют немножко разные вещи. Например, у раджнишевцев это так. Вот они просто, выражаясь грубо, балдеют таким вплотью. А у кришнаитов у них там уже намного жестче. У них там жесткая дисциплина. Например, сексуальные отношения разрешаются только для зачатия детей. Больше вообще никак. Это ведет к диким извращениям. Но вот про пхупада, у которого были большие проблемы со своей семьей. Самое интересное, что сейчас они учат, как правильно семью создать. Тарсунов выступает. У него четвертый брак. Он учит, как семью создать. Ну, замечательно. Значит, опыт есть. Есть, о чем у нас проделать. Да, богатый опыт. Только как-то вот с женами своих не удерживают. Они от него уходят. Нахал, однако же. Ну, вот такого уровня они профессионалы. Учат, как вот с женщинами общаться. Женская часть учит, как быть правильными ведическими женами. Главное, чтобы была длинная юбка и трусы не одевать. Круто. Чтобы с энергией общаться с земной. И сразу вы будете ведической женой. А, еще надо угождать мужу. Муж всегда во всем прав. Чтобы муж не говорил, надо ему угождать. Вот тогда будешь правильной ведической женой. Да. Простите, пожалуйста. Просто хочу для себя уяснить. Вот у меня есть одна знакомая, которая работает в храме христианском. И увлекается вот этим нью-эйджем. Вот и что? Вот оша. Ну, что? Я не понимаю. Оша увлекается? Да, она просто, ну, не только. Оша и саи баба. А вы ее можете поздравить. Она православной христианкой не является. Нет, вот человек работает. Нет, вы понимаете, человек может работать где угодно. Вон, недавно был скандал. Там какой-то пастор, не помню, то ли литеранск, то ли еще какой-то атеист, но однако работает пастором. У него работа такая. Да. Таких много. Нет, что ли? Кстати, саи баба и оша с православием несовместимы. На сайте, который я сегодня уже говорил, вы можете найти материалы, почитать, во что они веруют, какие у них практики, какое у них представление о Боге. Вы поймете, что к христианству это близко не имеет отношения. Это просто, ну, это разные миры. И если можно верить, либо в православным быть, либо в последовательном сайте саи бабы. Вот быть одновременно невозможно. Кстати, знаю, что человек был тоже одновременно. Не, ну, вы знаете, есть места, где наполеоны собираются в большом количестве. Однажды в Америке провели съезд Иисуса Христова. Больше ста человек приехало одномоментно. Так что какие проблемы? Баланс номер шесть, да? Бывает, бывает. Но я вам не рекомендую вот этим заниматься. Теперь давайте кратко в оставшееся время я вам присую идеологические некоторые моменты, которые присутствуют в этом учении. Ну, буквально вот в Нью-Эйджи. Просто галопом по Европам. Значит, как я уже сказал, пантеизм. Точнее, пантеистический монизм. В рамках этой системы исчезает понятие греха. Если я есть Бог по природе, может ли Бог грешить? Если Бог грешить не может, значит, все, что я совершаю, не есть грех. То есть понятие греха в христианском понимании в Нью-Эйджи отсутствует просто как таковое. Автоматически отсюда, кстати, проистекает идея, что зло понятие относительное. И вообще они любят идею относительности истины. Отсюда же нравственный релятивизм. То есть нету жестких нравственных каких-то заповедей, которые нельзя. В принципе, главное заповедь Нью-Эйдж. Каждый себе заповедь выбирает по принципу, какие нравятся. Какие не нравятся, отбрасываем. Либерализм, доведенный до естественного логического окончания. Вот мне сейчас нравится вот это заповедь там соблюдать, чти отца мать, я соблюдаю. Завтра мне эта заповедь перестала нравиться, я их отправил куда-нибудь с глаз вон, долой и сердце вон. Бог безличен. Они вообще не любят понятия личности, как вы уже, наверное, поняли. Их учение не христоцентрично, как у нас, а антропоцентрично, человека Божия. Бога в христианском понимании в Нью-Эйджи нету. Следующий тезис. Все религии ведут к одному Богу. Слышали, наверное? У меня есть целая книга на эту тему написана, можете почитать, кому интересно будете. Поверьте, это не так. Я сравнил разные религии, смотрел, откуда они появились, какое их учение, какие у них практики, как они состыкуются с православием, не состыкуются никак. Книга так и называется. Все религии ведут к одному Богу. Следующая. Духовная материя. Они проповедуют духовный материализм. Трансцендентного по отношению к нашему мира у них нету. Они говорят так, что существуют разные слои материальности. Есть тонкие слои материальности, отсюда идеи тонких так называемых миров, а есть плотные. Вот очень хорошо это и наглядно видно в книге, я не знаю, кто это может читал, Даниила Андреева «Роза мира». Вот это учение о Шаданакаре, много слоев, адские миры, энроф, наш мир, как он это называет, далее райские миры, а Иисус Христос является что-то типа ангелом, хранителем всей планеты. То есть планетарный логос, а не Бог бесконечный. Это отсюда. Духовная материя, как они учат, различается, как они говорят, уровнем вибрации. Чем больше вибрирует материя, тем выше она поднимается. И поэтому у человека существует много тонких тел, каждый отличается уровнем вибрации, а йогом является тот, кто в каждом уровне материи может сознательно существовать, сознательно мыслить и быть в каждом уровне материи. То есть вот это духовный материализм. Они материалисты. Но духовные, не как вот советские атеисты. Далее духовный эволюционизм. Это утверждение о том, что все религии развиваются. Наступает момент, когда какая-то религия устаревает, на ее место приходит другое учение. Отсюда автоматически возникает идея о великих учителях человечества, которые едины в сущности, но приходят в разные периоды времени, чтобы открыть одну и ту же самую истину, но уже на новом витке эволюции духовной. Такие, как Кришна, Зарастер, Иисус Христос, Мухаммад и так далее. Их много на самом деле. Это я самый известный, как можно сказать. Но они едины. Некоторые учения, теософия, например, агни-йога, утверждают, что даже есть в Гималаях место, Шамбала, где якобы они обитают. Так, Эра Водолея вам сказала. Следующее, отсюда же логически вытекает учение о расах. Учение о расах было сформулировано в тайной доктрине Блаватской. Там два тома. Третий том был создан уже после смерти Блаватской. Один космогенезис, второй антропогенезис. В антропогенезисе рассказывается о расах. Говорится о том, что каждая раса проходит некий эволюционный период. То есть души, они реинкарнируют, перевоплощаются. И говорится о том, что на одной планете душа проходит минеральное царство, на следующей планете душа становится растительным царством, на следующей планете животное царство, потом человеческое царство, потом ангельское, потом еще выше, выше, выше. Такая идея. Те, кто сейчас, как они учат, являются людьми, животными были на Луне. Сейчас, как они учат, заканчивается пятая раса, приходит шестая раса, которая должна заменить. Признак шестой расы. Шестая раса обладает сверхъестественными экстрасенсорными способностями и восприимчива к оккультизму. А признак деградации это отвержение оккультизма. То есть мы с вами деграданты с их точки зрения, потому что мы оккультизм не принимаем по идеологическим мотивам. Это признак нашей устарелости. Нас может уничтожить, для эволюции это будет благо. Но для новой шестой расы, которая будет заниматься экстрасенсорикой, оккультизмом, контактировать с духами. А христианство лишнее на этом пиршестве духовного развития, так сказать. Далее, отвержение догмата о Пресвятой Троице. Как я уже сказал, Нью-Эйдж, православное вероучение и вообще христианский подход к Богу отвергает. Христос, в зависимости от школы, по-разному. Ну, например, Теософы утверждают, и последователи Агни-йоги тоже, что Христос это высшее Я каждого человека. Каждый человек на определенном этапе своей духовной эволюции может стать Христом. Христос ходил в Индию. Они тоже все это придерживаются. Некоторые еще добавляют, кроме Индии он еще и в Тибет ходил. Когда начинаешь изучать, в чем основаны, то оказывается, либо это контактеры прочитали где-то там, в тонких мирах, либо это Натович, например, книгу якобы у буддистов нашел, где описывалась тайная жизнь Иссе. Так вот, когда настоятелю, который был в тот момент, когда Натович там был, рассказали и показали эту книгу и начали ее читать, он сказал, ложь, ложь и ничего, кроме лжи. Такой книги у нас никогда не было, нет. Все рассказы о том, что Христос куда-то ходил, кроме того, что мы знаем из Священного Писания, Евангелия, это либо контактерские послания, либо тексты, которых никто никогда не видел, кроме тех, кто эти тексты приводит. Более того, вы знаете, существует несколько могил Иисуса Христа. Одна могила Иисуса Христа находится в Индии. Есть могила Иисуса Христа, которая находится в Японии. Интересно, что та могила, которая находится в Индии, стала могилой Иисуса Христа только в 19 веке. До этого могила Иисуса Христа она не была. Но в 19 веке туда пришел человек, который, как бы мы его назвали, был Теософом. Он прочитал на могиле название, ему показалось, что вот это Иисус Христос, ну просто аллегорически названо по-другому. И он заявил, это могила Иисуса Христа. И вот можно найти фотографии, там такой гробик стоит, и вот там у якобы похоронен Иисус Христос. Но еще раз говорю, это одна из конкуренций. В Японии еще есть могила Иисуса Христа. По-моему, еще где-то есть, еще третья, по-моему, есть могила Иисуса Христа, но я сейчас не помню, если честно. Христос ходил в Индию, опять же говорю, это ничем не доказано. Истина относительно, нравственный релятивизм. Следующее, экологизм. Они все борются за экологию, за здоровье природы. Более того, природа для них выше человека. Если человек умрет, это ничего, а вот если экология будет, это ужасно. Даже Блавацка над ним издевалась, это вроде бы близкий им человек. А она, правда, над индусами издевалась. Есть такая секта джайнов. Так вот, они боятся убить любое живое существо. Может, видели фотографии. Они ходят с повязками марлевыми, закрывающими нос и рот, и подметают перед собой, чтобы не наступить. И вот она, как бы, издеваясь, ну, все-таки в России была воспитана не совсем окончательно на этой философии. Она говорит, вы такие добрые, вы боитесь мушку раздавить, а рядом с вами люди дохнут. Дальше. Вегетарианство. Нужно заметить, что не все нью-эйджеры вегетарианство принимают. Хотя вегетарианство очень популярно. Хотя и не обязательно в рамках нью-эйджа. Магическое мышление. Ну, я думаю, что вы знаете, что такое магия, не надо объяснять. Или в двух словах. Суть заключается в следующем. Православие отличается от магии, чем магия. Это технологический процесс. Я совершаю некий процесс без изменения нравственного внутри. И я получаю некие плоды. Главное что? Главное технология. Православие что? Православие это трансформация личности. У меня есть страсти, я со страстями борюсь. И, собственно говоря, если я с ними борюсь, Господь мне в этом помогает. Происходит синергия, взаимодействие Бога и человека. И происходит изменение личности. Но я не могу совершить какой-то магический акт. И у меня была какая-то страсть, но не знаю, обжорство. И оно мне исчезло. От того, что я там, например, не знаю, 10 раз учил. Одна же прочитал. В течение недели каждый день на литургию ходил и причащался. Она не исчезла. От того, что я просто совершил какой-то механический акт. А магия это механический акт. А не изменение личности. Нью-эйдж приветствует магизм мышления. То есть магический акт. Очень популярна мысль, что мысль материальна. Это проповедуют и оккультисты. Это экстрасенсорика. Движение веры. Это, кстати, очень заимствует. Кстати, движение веры или харизмат или неопятидесятники. Мало кто знает, что идеологически на самом деле это тот же оккультизм. Просто в христианских одеждах. Я читал некоторые тексты, как бывшие оккультисты рассказывали, что они приходили к харизматам, и харизматы поражались, какой у них высокий духовный уровень у оккультистов, которые себя христиане вообще не считали. Потому что видели те же признаки, что у них, например, говорение на языках. Татарабарщина, которую они несут на своих камланях. Поэтому оккультизм и харизматия, в принципе, фактически тождественные вещи. У меня есть друг Селивановский, он отдельную книгу написал, где просто доказал, что харизматия это форма магии. То есть язычество. То есть вот движение веры, харизмат и фильм «Секрет», кстати, тоже на этом же основан. Хотите получить счастье, представьте мысленно предмет. Хочешь иметь Мерседес, мысленно нарисуй картинку, приклей. Каждый день медитируй, визуализируй ее, у тебя появится Мерседес. Удобно. Может появится? Может просто купить? У создательницы этого учения полуился Мерседес, хороший дом, еще много чего. А вам надо думать и собственное учение создавать, тогда у вас появится. А если вы просто будете сидеть и там визуализировать, у вас появится... Огорчение, голодная вооружение. Да, огорчение же бесцельно прожитые годы. Но Мерседес вы вряд ли получите. Далее учение о сверхъестественных способностях. В индуизме это называют ситхами, в буддизме. Мы обычно называем, ну, в нашей стране сверхъестественные способности. Это телепатия, ясновидение, левитация, телекинез, телепортация, пирокинез, то есть управление огнем. Наиболее известные. Есть еще много других, но смысла их перечислять нет просто. Дальше. Учение о карме реинкарнации. И, кстати, это не настолько безобидное учение, как может показаться. Вот я в одной книге читал, один христианин приехал в Индию и как-то с одним брахманом, ну, у них кастовая система, брахман это очень высокий уровень, высший уровень кастовый. Это они как-то идут по улице, а рядом нищий валяются в грязи. У них это естественное явление. И христианин, значит, ему пожертвования бросил, а брахман презрительно посмотрел. И, в принципе, на этого нищего, а потом на этого христианина. Ну, они отошли немножко, а христианин спрашивает, а что ты так на меня смотришь? Он говорит, этот человек в прошлой жизни заработал себе ужасную карму, ты ему помог, ты ухудшил его карму, он теперь будет еще больше мучиться. Отсюда логика. Любая благотворительность, которая существует в Индии, выросла не на индуизме. Угадайте на чем? Самое интересное, когда с вами Викананда приехал на Запад, в Америку он путешествовал, масона пригласили. Он заявил, в Индии, вы приезжаете в Индию с религией, в Индии полно религий, в Индии не хватает хлеба. Вы в Индию везите хлеб. Ну, понимаете, логично было задать, ребята, у вас в Индии так плохо, потому что у вас карма плохая, у вас потому хлеба нету. Может, вам религию надо поменять, у вас хлеба будет больше. Да, еще запомните одну хорошую вещь. Ньюэйдж и логика несовместимы. Это главный тезис. Ньюэйджер на одной странице может говорить одно, на следующей странице будет говорить прямо противоположно, и это нормально. Это Ньюэйдж. Логика, рациональное мышление, и вообще рациональное мышление, для этого очень плохая вещь Ньюэйджера. Потому что говорится, что разум мешает человеку видеть Бога, мысли скачут в сознание, надо мысли остановить, чтобы они полностью прекратили движение, и тогда вот этот абсолют, этот брахман проснется в человеке. Поэтому чем человек дебильней, чем он духовней. Логика простая. То есть интеллекту это не помогает. Далее, медитация. Сразу хочу сказать, что термин медитация ворованный. Как вы сами понимаете, это латинский корме. Медитация это размышление. Вообще медитация это термин подзаимствованный у католиков. У католиков медитация это размышление, например, на текст на священное писание. Вот если я возьму, не знаю, Библию и начну ее читать и думать над тем, что там написано, я медитирую. В современном понимании медитация может быть чем угодно. Медитация на пустоту, например, на безмыслие, система Шьярабинда. Жжиотер медитация, медитация на огонь, Сатя Сайбаба. Чтение различных мантр. Ну, у шиваитов там разного, Макшивай, мантра Ом знаменитая, мантра Харе Кришна. Это все разные виды медитации. Мантра вообще в переводе означает очищение ума. Надо прийти в состояние, когда он настолько очищен, чтобы божество явилось. Еще раз говорю, что то очищение ума, которое там происходит, оно, ну, скажем так, крайне вредно для психического здоровья. Ну, я, по крайней мере, рекомендую. В восточных практиках и в оккультизме очень популярен гуруизм. Что это такое? Понятие гуруизм очень хорошо объясняет такая фраза из Прабхупада, основателя кришнаизма. Если у вас есть проблемы с Богом, вам поможет гуру. Если у вас проблемы с гуру, вам не поможет даже Бог. Переводя на православный язык. Если у вас проблемы с Богом, вам поможет священник. Если у вас проблемы со священником, даже Христос вам не может помочь. Но вы понимаете, что в рамках православной логики эта фраза звучит бредово. Но для них нормально. Еще что объединяет всех ньюэйджеров, ненависть к христианству. Вот здесь они едины. Мы для них отсталые. Мы для них духовно непродвинутые. Мы недалекие. У нас догматическое мышление. Мы не способны широко мыслить. У нас не расширено сознание. У нас не открыты чакры. В зависимости от того, с кем вы будете общаться. Короче, все скажут, что быть православным христианином, вообще христианином, это не круто. А вот петь Харе Кришне, это то, что надо. У них есть идеи. Вот такие уже чисто политические. Они говорят, что наступит момент, когда будет одно правительство, одна вера и так далее. Есть, но у того же, почитайте ту же Розу Мира. Да, в Апокалипсисе тоже почитайте. Там в этом тоже говорится. Вот они эту идею очень поддерживают. И говорят, что это будет очень хорошо. Правда, они этого нового владыку по-разному называют. Мы его называем Антихрист. Кто-то его называет Калки-Аватар. Кто-то его называет Майтрея. Ну, сущность не меняется. Кто еще? Духовное исцеление. В рамках этой системы очень популярна холистическая медицина, целостная. Камеопатия, лечение травами, лечение минералами, лечение разными кристаллами, лечение заговорами. Ой, их огромное количество. Экстрасенсы, которые лечат хиллеры. Вот это все оттуда. Это все в рамках этой системы. И у них богато очень творческое. Есть музыка Ньюэйдж, живопись Ньюэйдж, даже фильмы некоторые снимают в таком стиле. Ну, в общем, как вы понимаете, эта вещь очень страшная на самом деле. Почему? Потому что она меняет сознание человека. Она полностью вытравливает христианское представление. Она фактически формирует идеального раба, да, тех сил, которые рано или поздно воцарятся в этом мире окончательно. Славянские веды. Славянские веды, они появились позднее, естественно, чем Ньюэйдж. Это связано с нашей историей, как вы понимаете. Но, в принципе, неоязычество тоже очень хорошо ложится, потому что идеологически там такой же компот, там такой же подход.